Микс Ньюс Также можно вопросы задавать в фейсбуке Оставляйте свои комментарии На моей страничке Вадим Родионов Латинцы Родионов через Аль Разместил соответствующий пост Можете там оставлять свои вопросы Которые мы будем наши гости засчитывать И вот я начну с вопроса Которые уже задала Раиса Она просит вас подробнее рассказать Про новый проект Рэп-мюзикл Это неожиданно, но опять актуально Поэтому ли сделан такой выбор на хип-хоп-культуру Что она сейчас на волне Вот как прокомментируется Ну, мы просто делали Его запускали еще пять лет назад Я тогда не была знакома С хип-хоп-культурой А мне принесли сценарий Без песен Без танцев И просто когда я его прочла Я подумала, что будет весело Если мы будем читать Ну, диалоги Читать, как-то и протанцовывать Вот, и, ну, да, конечно Мы думали, что это сейчас модно Что это в тренде Что это будет развиваться Ну, а кто об этом не думает Ну, в какой-то степени Вы ведь предсказали Такое феноменальное развитие Рэп-культуры Потому что сегодня Рэп, он в какой-то степени Как говорят, опять же, некоторые эксперты Заменил русский рок С его смысловой нагрузкой Да, да, я с этим согласна Я, кстати, не знала, что так эксперты говорят Но на самом деле Для меня это именно так Потому что нас не осталось В моем поколении Ну, и в более молодых, в детях Не осталось рок-героев Как бы все Это ушло уже куда-то в историю А вот А нужны были персонажи Которые, ну, будут вдохновлять И вот рэп, да, заменил Рэп-исполнители Стали новыми кумирами Героями Времени Эпохи Ну, я не то, что предсказала Мы просто пять лет назад это делали А сейчас это На пике, по-моему А я не знаю просто Вот Только вышел-то он на днях буквально Он вышел на днях А снимали давно Когда мы его еще начинали снимать Не так было Не такое было большое поле Были немножко в андеграунде они все Тогда еще не было баттла Оксимирона и Дуню Которые Ой, Оксимирона и этого И Гнойного? И Гнойного Да, который открыл нам платформу Рэп-индустрию В шоу-бизнес вывел Тогда этого еще не было Был все в андеграунде Вот И просто так получилось Что мы совпали Как относитесь к критике По отношению к этому проекту? Как вообще ее воспринимаете? А я еще не знаю Ничего, где критику Не знаю еще Ну, нормально будут относиться Я читала не критику А вот хейтеров Когда только выложили первую серию Там начали писать просто Говно Говно, отстой Там, ну, это как бы не критика Поэтому к этому никак относиться Комментарии яркие А критику я начала читать Пока все хорошее только было Ну, вот жду дальше Чтобы читать Ну, вообще какие-то критические замечания И даже не критические Оскорбительные комментарии Которые появляются Они задевают вас Ранят Вот Есть ощущение Такое, что это больно? Да нет, нету такого Потому что У кого угодно Зайти там В инстаграм Или В какой-то блог Да под любым видео Вот Люди пишут Ну, это какие-то социальные маски Которые люди на себя надевают В интернете И Вот это вот все пишут Просто негатив Ну, там нету критики Там просто вот Поток Зла Я не знаю Почему так происходит Ну, не Меня не задевает Никак Ну, вот Авдотья Смирнова Которая недавно была у нас в эфире Она говорила, что Достаточно долго училась Тому, чтобы не воспринимать Вот этот поток зла Поток негатива Поток оскорблений Который неизбежно Следует в интернете За какими-то работами То есть у вас не было Вот этого Процесса адаптации Вы сразу научились, да? Как я понимаю Не воспринимать Да, мне кажется Ну, мне и учиться Нет, ну, просто Авдотья Смирнова Интеллигентная женщина Она, наверное, в центре Москвы Родилась и выросла Вот, а я как бы Из жестких районов Москвы Поэтому я вообще Совершенно спокойно К этому отношусь Еще вопрос из интернета Ружена его задает Понимаете ли вы, что каждый раз Попадаете в самую точку Своими фильмами Если да Это так случайно получается Или жестко просчитано И спасибо за актеров Вы открыли такую плеяду Ну, вот такой Вопрос и комментарий Два в одном Плеяда Это круто Это прям как в советское время Плеяда Актеров Созвездие Да не, но Я понимаю Мне говорят люди Что пропадает Но Дело не в том, что я просчитываю Дело в том, что я просто такая же Как и люди А вот Ну, так же чувствую Думаю И меня волнуют Такие же проблемы На самом деле Более земные Чем кажется Что вот художник Там должен О высоком Но Нет, меня так же волнует Социальная там Страна бытовая Ну и вообще Я девочка Но это получается Что ты совпадаешь Просто с людьми Потому что ты дышишь Вместе с этим миром Ну вот сериал Школа Который вышел на экраны В 2010 году Вызвал тоже много эмоций Много комментариев Как пишут источники Президент Путин даже Прокомментировал Сказал, что проблемы поднятые В сериале сейчас актуальны И патриарх Кирилл Тоже сказал, что Сериал хоть и в гротескной форме Но показывает то, что происходит С молодежью сейчас Вот Ну конечно Большинство Правду увидели в этом сериале Вы такой реакции ожидали? Ну это был первый мой заход на телек Поэтому я так особо ничего не ожидала Но мне говорили, что будет Серьезная какая-то такая волна Популярности И будут обсуждать Но никто не ожидал, что настолько Мне кажется, даже сам продюсер Ну не ожидал Для него это было неожиданностью Что пошла такая волна цунами Ну какую роль вообще школа играет в жизни Вот человек Как вам кажется? Ну плохую, конечно Самую плохую роль после родителей Которые пытаются воспитывать После социального Ну первого социального круга Ну вот Школа, конечно Это кратчайший путь в тюрьму Я так считаю Вот Расти трецидивистов Надо что-то менять Я не знаю, как у вас там в Риге Дай бог у вас там все хорошо Но у нас пока не на таком уровне Вот это вот вся система Вот один из диссидентов Если не ошибаюсь Андрей Сахаров Сказал, что школа Это первая очная ставка Гражданина с государством То есть в вашем понимании Это примерно так же Как мы можем судить Или же нет Ну я бы не говорила так О государстве Понимаете Тут придется что-то сейчас критиковать Какой-то там политический строй Все такое Я думаю, что Ну Чтобы принимать Растить Как-то вот этих детей Принимать На себя Надо чуть-чуть выздороветь Мне кажется Вот А свои вот эти вот Все истории Просто сейчас уже лучше стало На самом деле лучше А когда я училась Тогда Не было такого закона Об оскорблении личности Там об унижении Все остальное Сейчас просто люди боятся Реально Потому что Училка что-нибудь крякнет Там Десять матерей прибегут И начнут Понимаете Разбираться И пойдут там В милицию И есть такие Да Прецеденты А тогда не было Такого Наоборот Все боялись Учитель это закон Глоков журнал И как будто Система тоталитарная Она уже делает Из ребенка Преступника Будущего Конечно Потому что Система сохранения Присутствует Дух противоречен Это нормально 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира В нашей студии Звоните Задавайте вопросы У нас в гостях Сегодня на прямой связи По скайпу Из Москвы Валерия Гай Германика Режиссер И вот еще вопрос Сергея Который пришел По фейсбуку После ваших фильмов Все умрут И я останусь И школа И так далее Была ли цензура Введена в ваше творчество Заставляли вас Вырезать какие-то Диалоги Куски И как вы на это Реагировали Если такое было Продюсеры В мое творчество Никакой цензуры Не было введено У нас появился закон Просто в каком В 14-ом Или в 15-ом году И там уже Не только я Вот если говорить О режиссуре Нужно пройти Через определенные Страдания Чтобы снимать Именно глубокое кино Ну я думаю да Ну да Но не то чтобы Страдания Какое-то драматическое Восприятие жизни Должно быть Потому что Когда я училась Нам препод Нет Кто-то говорил Нам из режиссеров Что Во-первых Что режиссеры Все не очень хорошие люди Если честно Они прям очень плохие И Ну как Жестокие И еще что Режиссером От хорошей жизни Не становится Вот Что обязательно Ну я считаю Что это про любого художника Так можно сказать Просто сейчас Это очень популяризированная Профессия И вообще Все что связано С искусством Сейчас у нас Например в Москве Каждый первый Он как будто художник Режиссер И поэт Все очень стали Креативными Но я не знаю Насколько это Не сиюминутное явление То есть то что Продукт который они делают Неизвестно Останется ли он Ну в хрестоматии Как школа осталась Как все Вот я останусь Там Не знаю Поэтому я думаю Что конечно Да опыт Он всегда нужен И лучше не снимать То есть если ты не знаешь Как работает Ну Кузнец Там например Или как землю Копает человек То не надо это снимать У тебя не получится Ну в общем Можно сказать Что человек взрослеет Только пройдя через Какие-то определенные Трудности в своей жизни Или люди Которые например Жили в благополучных Семьях Такой благостной Эмоционально стабильной Жизни Вот Они могут так и не Повзрослеть Вот частое ли это Явление на ваш взгляд Как-то Ну нет Я думаю Что от этого Не зависит Потому что Многие режиссеры Они У нас есть Потомственные режиссеры Которые относятся К золотой молодежи И они уже были Дети состоявшихся Успешных Советских Динозавров И они росли В вполне себе В материальном Там Благополучии Но Не факт Что там была Какая-то там Любовь Или какие-то отношения Потому что Их драма Жизненная Все равно Состоялась И помогла Им дальше Ну работать Я видела Такое не раз Еще вопрос Из интернета Дмитрий Его задает Когда Начинают говорить А если в России Режиссеры Всегда первыми Вспоминают Звягинцева И Германику Огромное удовольствие От школы И от курса Счастливой жизни Есть ли еще Подобная идея В подобном формате И возможности Их реализации Ну нет Краткий курс Нет Это же заказ Это не моя Была идея Но мы сняли Фильм Он скоро выйдет Вот надеемся Весной уже Может быть Он выйдет Пока можно Вот бонусы смотреть Там много серий Вот А так Ну какие-то идеи есть Но мы работаем Над этим Ну вот Упомянул Дмитрий Звягинцев Андрей Звягинцев Один из самых Востребованных Российских режиссеров На Западе Прежде всего Вот как вы относитесь Кстати К его творчеству К его творчеству Я никак не отношусь Слава богу Потому что Я это не разделяю Вот это все А почему На Западе Популярен Это понятно Он этого хотел И у него это получилось Ну по-моему Это очевидная вещь Которые Ну что мы Это будем обсуждать У нас не очень Ну круто Про коллег Рассказывать Что-то Я хорошо отношусь Уважаю Он хороший режиссер Молодец Ну просто Я бы так не смогла Он не смог Так как я Потому что Потому что Мы разные Сейчас мы Прервемся на Несколько минут Потом вернемся И продолжим Наш разговор Валерия Гай Германика У нас на прямой связи В программе Абонент доступен Несколько минут Перерыв Потом продолжаем Оставайтесь с нами Владимир Познер В заставке нашей программы Говорит о том Что отсутствие души В религиозном смысле Не лишает человека доброты Как вам кажется Так ли это И что значит Вообще быть добрым Я не знаю Владимир Познер Он про душу Там в религиозный смысл Говорит Я просто Не понимаю Что такое Отсутствие души Потому что В моем сознании Как бы вообще В христианском Душа есть У каждого человека Вот И поэтому Я не понимаю Что такое Отсутствие души Если отсутствие души То человек просто лежит Как бы и трупом Душа уже куда-то улетела Значит Ну конечно Если отсутствие души То это просто оболочка Безжизненная Вот И бездуховная уже Поэтому я не знаю Что он имел ввиду здесь Это какие-то метафоры У него Художественные К отношению Конечно Когда ты говоришь Уже о вертикальном сознании Добра и зла Это Отношение Это любовь уже Понимаете Это уже Это просто уже Любовь к ближнему И это и есть доброта Ну как бы Это такие вопросы Сложные очень Вот Ну когда речь идет Ну когда речь идет о выборе Положительного Или отрицательного Да Слышите меня Да Ну да Просто хочется почувствовать Хотя бы Как у другого человека Болит голова Например А не только Как у тебя Вот и все Ну когда речь идет Не знаю Это точно Понимаете Мир так изменился С тех пор Когда протагонист Был так идеализированный Боролся со злом Просто мой герой Скорее всего Антагонист У меня герой Неположительный Точно Потому что Мою драматургию И мое отношение С миром И то как я чувствую Это помогает Конечно Больше выражать Герой Антагонист Это как вот Ставрогин Там у Достоевского Это же герой Но он неположительный Совершенно Ну Печорин тоже Да Ну как-то Я не знаю Но просто у меня Нету Картины Такой картины Где есть Как бы Герой нашего Времени А мне кажется Это не Положительный Персонаж Точно А человек Который мог бы Им стать Преодолев Вот Себя Как-то И зло мира Пройдя через это Ну как Так Не знаю Ну вот Михаил Веллер Который также был у нас В эфире Он рассуждал На тему русской классики И говорил о том Что В русской классике Нет примеров Героя Потому что она Слишком депрессивна Я опять же Цитирую его по памяти Что там не к чему стремиться Вот русская классика На ваш взгляд Все-таки Не лишена этого героизма? Продолжает Всегда Преодолевая себя Свои плохие стороны Кстати Он там и пил И И И женщин любил И с медведем Там В реку падал Но вот он все-таки Был для меня Положительным героем Я думаю Вот он Да Мне нравился Остальные Конечно Конечно Помогали раскрыть Другие Потому что Иначе Никак не раскрыть Ну какая-то была эпоха романтизма Где были вот Какие-то Но это не у нас Это немецкая Там литература Скорее Ну да Все Где были герои Это романтичные Положительные Вот актеры Многие говорят о том Что играть Отрицательно героев Интереснее Потому что образ Полнее Потому что Можно больше передать Вот вам Как режиссеру С кем интересно Работать С какими образами? У меня нет Я не знаю У меня разве Есть положительный образ Ну вот если мы говорим Не в абсолютных Каких-то категориях То наверное Все-таки Можно найти Что-то хорошее Что-то плохое Люди с чувством эмпатии Как вы говорили Ну вот Так у нас Снова возникли Проблемы со связью А сейчас мы Перезапустим Наш скайп Валерия Гай Германика У нас сегодня На прямой Телефонной связи Звоните нам Присоединяйтесь К нашему Разговору Также пишите Участвуйте В нашем Диалоге У нас сегодня Вот такой Разговор На ходу Можно сказать И поэтому Возникают Определенные сложности Но главное Что хорошее Качество связи И мы все-таки Как мне кажется Нам удается Неплохо поговорить 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны Прямого эфира В нашей студии Да Но я могу Только еще раз Напомнить Телефоны Прямого эфира Поскольку Мы сейчас Пытаемся Наладить связь И возобновить Вернее С Валерией Гай Германика И с режиссером Сериала Школа Кинокартины Все умрут А я останусь Жизни подростков И новый фильм Бонус Да И новый фильм Бонус Вот сейчас вышел На ТНТ Точнее Это телесериал Бонус Вот Звоните нам Задавайте вопросы Валерия ответит на них Если вам интересно Или не интересно Возможно ее творчество В любом случае Звоните Участвуйте в беседе Мы будем рады вас слышать 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Также пишите На странице Вадима Которую вам всегда рекламирует Вадим Родионов Ватинцы Родионов Черезя Там можно оставлять свои комментарии Мы тоже их стараемся Сегодня по ходу Нашего эфира Зачитывать Так что Комментируйте Пишите Оставляйте Вопросы Которые мы Стараемся озвучивать Ну и конечно Можете это делать Еще на сайте MixNutsLV В разделе Видеочат Там тоже есть Такая возможность Там тоже вы можете Оставлять свои комментарии Для нашей Сегодняшней Гости Валерия Гай Германика У нас на прямой связи Мы сейчас Пытаемся снова Ее восстановить Потому что Возникает иногда Проблема Но тем не менее Мы героически Их преодолеваем Ну по крайней мере Хочется в это верить 672-12-93-9 И 672-13 13-93-9 Телефона Прямого эфира В нашей студии Сегодня Да Ну Валерия Гай Германика Также Не так давно Запустила проект Вера в большом городе В который Приглашает Интересных людей Из разных сфер Из бизнеса Из медиасферы И говорит с ними О том Как совмещать Веру И современную жизнь Вот такой Интересный формат Вот сегодня Тоже Я надеюсь Нам удастся И об этом поговорить Если мы восстановим связь А вы Также Звоните нам Задавайте свои вопросы 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Вот я надеюсь Что нам все-таки Удастся все возобновить Звоните нам И задавайте вопросы Также на странице У Вадима Вадим Родионов Через А фамилия его пишется Поэтому ждем И зачитываем ваши вопросы Также в нашем эфире Ну я пока зачитаю Несколько комментариев Пока мы восстанавливаем связь Потому что комментарии поступают Не только вопросы Но именно оценки Дворчества нашей Сегодняшней героини И в частности Вот многие Действительно Как я уже сказал Дмитрий написал о том Что по его мнению Есть два режиссера В российском кино Который вызывает у него Такую восторженную реакцию Это Звягинцев и Германика Соответственно Мы в первой части Об этом немножко поговорили Да, Валерия не очень Хотела каким-то образом Комментировать творчество Андрея Звягинцева Но тем не менее Мы этот комментарий Тоже засчитали сегодня Также пишут о том Что вот фильм Школа повлиял Очень сильно Заставил задуматься о том Что происходит И в том числе в жизни Конкретной нашей радиослушательницы Мальвина пишет о том Что этот вот фильм Бонус последний О котором мы говорили В начале нашей программы Про рэп-культуру Он снимался Более трех лет Просто человек знал Что станет актуально Уже смотря на рэп-индустрию В то время Но это мои догадки Мы об этом тоже сегодня Успели немножко поговорить Затронуть буквально Вот Поэтому Вот Мальвина оставила Такой комментарий Раиса пишет Что недавно узнала Про этот проект Я напомню Это сериал Бонус Ну вот как раз Тоже хотел Чтобы автор Об этом рассказал Мы в первой части Сегодня затронули Эту тему Тоже Ну вот Еще раз Мы попытаемся Сейчас восстановить Связь с Москвой Посмотрим Получится ли нам Дозвониться До нашей гости Валерия Гайгерманика У нас сегодня на связи Валерия Слышите ли вы нас? Валерия Слышите ли вы нас? Вот у нас Валерия Нет у нас все-таки Пока связи Мы даже успели увидеть Дочь Валерии Северину Маленькую дочь Она тоже Нам ее показала И вот теперь пропала У нас связи Ну звоните нам В любом случае Задавайте свои вопросы Если что Мы на них ответим Да Если что Мы ответим За Валерию В любой непонятной ситуации Говорите уверенно Как учат ведущих Как учит меня Вадим По крайней мере сейчас Любая фальшиво Сыгранная нота Сыгранная уверенно Является ипровизация Это мы взяли из Джата 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира В нашей студии Звоните Пишите Высказывайте свои мнения Делитесь своим опытом Может быть Который у вас есть Да В том числе Просмотр фильмов Потому что на самом деле Просмотреть и посмотреть Фильмы Серьезные Вот такие фильмы Как у Германики Или у того же Звягинца Которого мы упоминали Или Германа Например Это серьезный опыт Вот например Те люди Которые просмотрели Посмотрели фильм Трудно быть богом Это в общем-то Наверное Смогут меня понять Поэтому я здесь Не оговорился Ну и отпечаток Тоже большой Оставляют такие фильмы Как мне кажется Отпечаток Это труд Посмотреть Такой фильм Печатки Которые не стираются Потому что Все-таки Это действительно Такое потрясение Может быть даже В какой-то степени Когда ты смотришь На эту жизнь Беспрекрас И понимаешь Что она действительно Возможно такая Какая она есть И она показана Как я вот сказала И Путин И Патриарх Кирилл Президент Путин Российский Отметил Фильмы И Патриарх Кирилл Также сказал Что хоть И вот такой Гротесной форме Они представлены Ее фильмы Но тем не менее Это то Что сейчас В действительности Происходит с молодежью И эти проблемы Как отметил Путин Они актуальны И сейчас действительно Хоть и довольно Много критики Было в адрес Того же сериала Школа Так как он действительно Показал Довольно Трудный период В жизни подростков И показал его Как я уже сказала Беспрекрас Действительно Вот очень так Такой Голый вариант Я бы сказала Так вот Прокомментировала Ну что вы думаете О фильмах Валерии Гагерманики Звоните нам Сегодня мы конечно Хотели бы поговорить С Валерией Но почему-то у нас Пока еще не получается Возможно у него нет интернета Мы предпринимаем еще одну попытку Если конечно Она не увенчается успехом Мы уже закончим Наши сегодняшние эфир Мы успели обсудить Важные темы К сожалению В конце возникли Такие сложности С соединением Так что Если уже В этот раз Не получится То тогда мы уже Закончим наше интервью И надеемся Что это не последний Интервью Которое у нас С Валерией Гагерманикой Мы сможем Сделать еще Один эфир Посвященный Этому безусловно Интересному режиссеру Ну и я напомню Что вы можете Оставлять свои комментарии В фейсбуке На моей страничке Уже комментарии Потому что я думаю Что вопросы уже не стоит Оставлять Не успеем мы их Уже задать Связь отсутствует Но мы благодарны Нашей гости Что она вышла С нами На прямую связь Вышла из машины Когда ехала домой Затем Приезжала Из дома Даже вот вместе С дочерью Появилась в нашем эфире Спасибо ей большое За то что она Ответила на те вопросы Которые мы Ей успели Сегодня задать Эфир провели Анна Смирнова Да Всего доброго Меня зовут Вадим Родионов И звукорежиссер Родион Золотарев Всего доброго И до свидания Всего доброго И до свидания Всего доброго И до свидания Всего доброго И до свидания